Доброго времени суток, дорогие друзья, у нас проект Хелик. Итак, на этой неделе на Генассамблее он выступал, нынешний смертный премьер-министр господин Лапид, который выступил с достаточно тревожной речью, заявив вновь и вновь, что для Израиля очень хорошо понятие «два государства для двух народов». Соответственно, он мечтает до сих пор о создании палестинского государства на территории нашей страны, соответственно, два государства внутри нашей страны. При этом, кстати, он отметил, и, соответственно, достаточно лицемерно, что большинство еврейского народа поддерживает. Надо отметить, что даже левые СМИ, 12-й, 13-й канал, сразу же выступили с опросами, которые показали, что 36% округленно поддерживают до сих пор, хотя несколько лет назад это было 46%, эту идею. И многие недовольны вообще взаимоотношениями между арабами и евреями в государстве Израиль. Естественно, потому что есть постоянные террористические акты. Буквально даже в тот момент, когда Лапид выступал, все равно были нападения, провокации, террористические атаки, попытки испортить жизнь еврейским гражданам, которые, как мы понимаем, ничего плохого не делают палестинцам и ничего не хотят плохого палестинцам. А они, так называемые палестинцы, они, в свою очередь, хотят нас убивать. Убивать это их идея, их желание, и они открыто это заявляют. Но почему-то господин Лапид до сих пор мечтает о создании какого-то непонятного государства на нашей территории. Надо отметить, что то, что Лапид без багрута, без, как говорится, бакалавра, и человек не сильно образованный, известно, очень часто были его проколы в СМИ, и не только его выступления показывают его безграмотость. Но большинство, господин Лапид, это 51% и больше. А мы видим, что даже 36% не набирает. Соответственно, мы видим эту ложь, гнилую сознательную ложь, которая, естественно, для мирового сообщества далеко не безопасна. И, естественно, надо потом отмыться от этих заявлений, даже если придет правое правительство, будет очень тяжело. И во многом виноваты, на самом деле, мы. Мы простые граждане, граждане Израиля, которые, в свою очередь, не проголосовали правильно. И то, что Лапид у власти, или был Беннет у власти, или другие маргинальные партии были у власти, и, соответственно, их год, целый год они протащили вот эти вот идеи задабривания арабов, идеи слабости, которые они до сих пор заявляют и показывают всему миру, очень тяжело будет потом отмыться. И, соответственно, та наработка в виде аврамических соглашений, в виде налаживания отношений со странами Персидского залива и другими странами, странами Африки в том числе, все это, естественно, откатывается обратно. И придется, в случае, если правое правительство 1 ноября вернется, и пока что, к сожалению, мы не видим серьезных изменений в головах израильтян, хотя они есть, то если оно и вернется, то придется очень серьезно поработать над этим. Не буду говорить про экономические сферы и другие сферы. Соответственно, все зависит от нас. Все зависит от того, насколько мы будем разговаривать с людьми. Все зависит от того, насколько мы будем общаться с людьми, объяснять им, за кого голосовать. На русской улице просто непочатый край работы. Безграмотность, ложь, антисемитизм, который бушует на русской улице. Все это надо менять, все нужно изменять. Соответственно, все в наших руках. И в преддверии Йом-Кипура я хочу напомнить, что каждый из нас имеет в эти 10 трепетных дней возможность изменить то, что было в прошлом году, хотя мы находимся уже в совсем новом году, в 1723 году. А исправляем мы ошибки в Йом-Кипуру, и, соответственно, Всевышний стирает ошибки в Йом-Кипуру за прошлый год. Вот, соответственно, здесь есть ключ понимания нашим гражданам, что еще не поздно что-то поменять, пока, как говорится в известной притче, горит свеча, еще что-то можно изменить. Полный детальный обзор данных новостей вы можете найти в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео, другим видео с друзьями. И с Божьей помощью мы будем следить этим больших чудес в нашей прекрасной, цветущей стране и в мире в частности. Если вы интересуетесь новостями Израиля, вы нравитесь наш проект Хелик, у вас есть какие-то идеи, пожелания, комментарии, пожалуйста, оставляйте под этим видео. Хотите стать спонсором нашего канала, из вкладочка спонсорства. Будьте здоровы, берегите себя и близких, и до скорых встреч.